И теперь на сердце раны-раны, но ты же знаешь, что я упрямый. Так, заехала сейчас в рульку, взяла там себе сердечки куриные. Да, я сама в шоке. Реально каждый день. Нельзя бояться перемен. Наша вся жизнь происходит из перемен. Если мы не научимся с этим работать, то тяжело, нам придётся. Вот знаете ещё что, бесит фикс-прайс. Ну иди работай фикс-прайс. Блин, вот это я задолбалась. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет очередной влог. Постараюсь рассказать, сегодня тоже много интересного и полезного. Мы сегодня собираемся пойти в Фаберлик, да? Что мы там заказали приколюхи интересные. Хочу скорее померить. Обувь заказала, вообще даже не знаю. Страшно обувь заказывать так вот, удалённо, да? Потому что размеры меряешь постоянно. Вот, ещё хотела поделиться, сына, хотела поделиться, что я тебе купила. Я купила вот такие шарики на Алиэкспресс. 100 штук. И вообще ещё покупала ему домик. Но домик, он пока что ещё не забирается, да? Когда совсем ходить начнёт, тогда будет забираться в домик. Поэтому домик пока сложен. И у меня пришла идея пойти в фикс-прайс и купить новые. Надеюсь, не разобрали эти... Как их называют? Ну, я показывала вам. Как они называются? Сына, скажи. Забыла. Бассейны маленькие такие. Вот я думаю, что ему можно было бы его надуть, набросать туда вот этих вот штук. И, ну, получается, два в одном. И бассейн, когда нужно водички, мы наберём туда, да? И во дворе может плескаться бушлетом. Вот. И вот такие шарики можно попробовать. Он небольшой, потому, ну, как бы для комнаты небольшой. Отлично будет. И хотела сказать, где я их заказала, да? На Алиэкспресс. И сейчас покажу вам новую функцию, которую я показывала вам программа. Алирадар. Очень удобная. Там новая функция появилась. Вообще супер-мега. Я столько времени потратила. Вы знаете, что когда я покупаю что-то на Алиэкспресс, я всегда выбираю самый дешёвый товар. Я прицениваюсь, там, ещё что-то смотрю. И самое недорогое выбираю. Ну, и единственное, что вот с Алирадаром удобно, что не факт, что это будет не сам... Ну, как бы, не факт, что это будет самое дешёвое и самое хорошее. То есть, благодаря функции Алирадар, сейчас я вам покажу, да? Благодаря вот этой вот функции я могу смотреть рейтинги продавца. То есть, я смотрела, да, есть там самые дешёвые вот такие штуки, 100 штук там, да, за 250 рублей. Но, извините, у них вообще продавец мало на рынке, у них рейтинг вообще ноль. Страшно, опасаюсь я там покупать, потому что некоторые продукты бывают очень долго идут или вообще не доезжают. Было такое, но редко. Ну, хорошо, можно всегда открыть спор. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, что нового появилось в этой функции, как я ей пользуюсь. Вот смотрите, как работает вот этот Алирадар, да? Вы видите динамику движений вот здесь вот, это динамика цен. То есть, сейчас повысилась цена немножечко, но вы здесь можете навести на точечки и посмотреть. Там разница бывает в 100 рублей, а бывает в 10 рублей, то есть, ну, как бы ничего страшного, да? Здесь рейтинг продавца, вот здесь вся информация сбоку. А здесь появилась новая функция, видите, 26. На нее нажимаете. Я, блин, долго ищу, ищу. Нажимаете на нее. И здесь вам выходят все-все-все подобные вместе с ценами. То есть, очень удобно. Вы нашли что-то подешевле, нажали туда и посмотрели. Точно так же посмотрели рейтинг продавца. То есть, вот так, да? Раз, например. 255 дешевле, да? Ну, здесь, например, мы смотрим что? Здесь мы смотрим 25 штук, 50 и 100. Вот если 100 взять, то это будет 459 цена, да? А моя была? А моя сколько? 441 дешевле. Короче, эта функция очень удобная, что не нужно прям страницу за страницей, а сразу все вот так раз, посмотрели, что-то заинтересовало, открыли, увидели. В общем, эта функция очень удобная. Вообще, я пользуюсь вот этим Алирадаром. Он очень классный, потому что он мне помогает вообще сэкономить время и найти товары и дешевле, и продавца проверенного. Вот, так что рекомендую. Я под видео оставлю ссылочки на расширение для компьютера и расширение для Android. Так что проходите, под видео будут ссылочки. А сейчас мы поедем. Пойдем, точнее. Машины еще нет. Вот иду, блин, и понимала, что я забыла очки. Сейчас с блестячками я была так, она намного сильнее подобралась в своих тысячу очков. Кстати, я не накрасила глаза, ну так, немного тени подкрасила, потому что сегодня собираюсь видео снимать вам дорого-дешево. Очень много просили, и я все-таки поискала. У меня есть, ну, достаточно бюджетная косметика дешевая, и есть дорогая, хорошая. Вот. Ну, достаточно дорогая. В общем, сравним. Что еще? Бегу к Фаберлик. Они даже уже позвонили, сказали вас ждать. Я говорю, да-да-да, я к вам бегу. Мои кроссовочки розовые. Я к вам бегу. О, гляньте, как я придумала. На коляске такой козыречек есть. На улице очень жарко. Я курточку одела. Дурилова. Я не знаю, сколько градусов у нас, но очень жарко. Сейчас я ее сниму. Кстати, надела, гляньте, тысячу браслетов. Вот эти браслеты классные, но они немножко большие мне. А вот этот как раз-таки, который Тата присылала, он и по цвету сюда подходит, и он как раз сдерживает, потому что он на резиночке. Сдерживает другие браслеты, чтобы они не упали с меня. Что-то почему-то мне нравится рюкзак носить. Я его не ложу под коляску. Хотя можно было бы. Мне нравится его так носить. Телефоны в карманы. Карманы, маны. Как вам показать меня получше? Чтоб не навернулся только. Утекла любовь из кармана, А мне друзья говорили, Забудь ее, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Я буду в тебе, как в тумане, Медленно тонуть. Ой, короче, у меня такая дышка, так что спеть не получилось. Забрала свой заказик в Фаберлик. Вот такие розовые кроссы. Ну, буду показывать вам потом, не знаю, в покупках или... Я Фаберлик немножко в этот раз заказала. Отдельно, наверное, не буду снимать. И вообще пора вам обувь, наверное, мою снять, да? У меня, конечно, немного такой обуви, но есть что-то прикольное. Надо что-то посмотреть. Ладно, потом покажу все отдельно, подробно. Это помню, кто-то спрашивал меня про батутный центр или что-то такое. Вот рекламу увидела. Батутно-акроматический центр. Ой, мы подрастем, будем туда ходить. А еще я увидала работающий фонтан. Меня тянет к таким вещам, к водичке. Класс. Та-дам. Пойдем поближе. Блин, батарейка садится, я не могу. Это наслаждение. Это чум воды вообще просто, да, успокаивает. У нас на набережной вообще крутой фонтан. Я покажу вам как-нибудь. Очень с подсветкой. Там дети резвятся постоянно. Класс. Это именно пешеходники возле ДК. Вот здесь у нас Биг Саунд. Я показывала, тут гуляла. Вот парк Островского рядом. Вот, блин, так хочется зайти. Вот, смотрите, я разделась. Я даже рюкзак сняла, потому что у меня спина вспотела уже. Ну и вот к чему я, что погуляли бы, классно было бы погулять, но я сыну как бы покормила, сколько он чуть немного съел перед выходом, спать хотел, уснул. Мы вышли. А он уже проснулся, вот, пока мы ходили, спал, сейчас уже проснулся. И надо еще в фикс прайз заехать же за вот этими, может, что-то новое, кстати, есть. За этими, как их называют, ну, типа бассейн, чтобы играл с шариками. Так интересно, будет он играть, нет с ними. Короче, он может же завозмущаться, что есть ему надо, поэтому надо быстрее бежать. Так, заехала сейчас в рульку, взяла там себе сердечки куриные, ну, в общем, разных всяких вкусняшек, мясных. Все, заходим в фикс прайз. Вы, наверное, можете подумать или сложится такое впечатление, что я в фикс прайз хожу каждый день. Да, я сама в шоке. Реально каждый день. В общем, взяла, взяла синенькие. Сына выбрал, он так засмотрелся. Еще беру наши любимые вешалки. Их, ну, никогда, их все время, сколько я не покупаю, их все не хватает и не хватает. Что за прикол? Так, насос бы взять. Вот насос есть тут интересный или нет? Еще огурчики возьму. Вот эти, по-моему, я не брала. Я брала все время помидоры с огурцами. Вот там классные огурцы и помидоры. Сейчас что-то я решила чисто огурчики взять. Все, на кассу это будет самая маленькая покупка за все время. Вот знаете, еще что бесит в фикс прайзах, на самом деле. Вот это не сложно. Просто ложить клиенту в пакет... Ну, как бы вещи, которые он покупает. Вот реально, я смотрю, даже у них руки свободны. В этот момент можно положить пакет так, чтобы он лежал, например, да? И пока ты пробила, положила в пакет, пробила, положила в пакет. Не обязательно там все укладывать, но хотя бы клади в пакет, да? Потому что есть люди, вон, пока я сейчас... У меня вот коляска, камера в руках, да? Ну, понятно, это мои проблемы. Ну, в любом случае, коляска, да? Кто-то по телефону разговаривает там срочно. У кого-то еще там сумки или еще что-то. Ну, реально, блин, сервис просто. В фикс-прайсе вот в плане вот этого. Вот мне интересно, это только у нас в фикс-прайсе такое или еще... Или везде такое? Ну, в принципе, где я была в фикс-прайсе, везде такое. Вот они демонстративно, они кладут этот пакет и демонстративно кладут просто на него все эти вещи. Нужно отложить свои сумки, что-то там неудобное тебе и складывая все в пакет. Они реально могут это делать. Это вообще несложно. Я сама в детстве работала на упаковке и... Вот Солнечный Круг мне нравится этим. Это, по-моему, единственный магазин. Да, Солнечный Круг, он есть в центре у нас, есть на Сельмаше. Вот там всегда складывают все в пакет. Все красиво кладывают. Вообще несложно, реально, блин. Почему такое отношение? Стремненько. Я, если бы работала в фикс-прайсе, я бы складывала бы людям, помогала лишний раз, чтобы они улыбнулись и им было проще жить. Сказала вам, я сама думаю, сейчас скажут, ну иди работай в фикс-прайсе. Ну, как бы, мне-то не надо работать в фикс-прайсе. Я имею в виду, что, ну, как бы, нужно было бы, если бы я пошла туда. Кстати, знаете, я как-то снимала видео о том, ну, как заработать денег. Вот у меня там есть тоже... Да, это вот из курса моего стервологии, которые мои первые ролики вообще были на YouTube. Я рассказывала о том, как быть независимой и вот вообще, как нужно искать работу, как нужно к этому относиться. Но во всяком случае, как к этому относилась я, свой опыт передавала. И я вам скажу так, что нужно работать на работе, которая тебе нравится, отдаваться ей полностью. То есть, потому что мы на работе проводим большую часть своего времени. Если мы будем эту работу ненавидеть, считайте, что мы прожигаем свою жизнь реально. На это не стоит тратить свое драгоценное время, потому что жизнь очень короткая. Нужно найти работу, которая тебе нравится. Если тебе не нравится там, где ты работаешь, не работай там, ищи другую. Тысячи вариантов работ просто. Люди просто, я думаю, что момент в том, что боятся что-то изменить. Вот этот момент нужно прорабатывать. Нельзя бояться перемен. Наша вся жизнь происходит из перемен. Если мы не научимся с этим работать, то тяжело, нам придется в жизни. Потому что все меняется вокруг. Вот. И да, если бы я, допустим, работала в фикс-прассе, это значит, я выбрала эту работу. Если бы я поработала на ней месяц, два или три, а потом бы она мне разонравилась, я бы не стала бы ложить просто сверху пакетов людям их продукты. Я бы ушла бы с этой работы. Это значит, что мне уже не кайф, мне уже в тягость люди, которые туда приходят, работники, которые там работают. Нахрена мне тратить на это свои драгоценные годы. Реально. Да никогда в жизни. И всегда так работала. Всегда. Такое было. Вот. Поэтому я долго нигде не задерживалась. Самая большая моя работа, это был год. Я здесь работала на телефонах. И все. Как только начальство, вот пока оно меня любило и ценило, все хорошо. Как только начальство начало на голову садиться, я сразу сваливала. Говорю, здесь я увольняюсь. Ну, слишком, да. Вот. А так три месяца вообще это такой срок. Когда все хорошо. Но если ты находишь то, что ты любишь, тебе по душе, как, например, я нашла Ютуб. А все почему? Потому что я искала. Я очень искала то, что будет развивать меня и мою творческую личность. И я реализовываться смогу. И доход будет приносить. Ну, вообще, Ютуб, он во всех сферах. И знакомства новые. Короче, класс. И все только потому, что я искала. И каждый так может. Каждый. Я ничем не отличаюсь от других людей. Я даже не скажу, что я какой-то везунчик. Вот у меня есть люди, которые рядом со мной. Они везунчики. Но, с другой стороны, они тоже, блин, в вечном поиске. Ну, я к тому, что они в вечном поиске. Что они не сидят сложа руки. Понимаете? Они что-то делают. Они ищут. И потому они везунчики. Потому что рано или поздно с большой активностью ты обязательно наткнешься на то, что тебе нужно. И на то, что ты искал. Весь мир, на самом деле, к таким людям поворачивается. И открывает свои врата. Рая. Фу, зашли домой. Жуть. Как жарко, да, сынуня? Все. Сейчас будем, короче, разбирать. Не знаю, как я буду надувать эту надувалку. А еще, кстати, сейчас покажу. Вот такие штучки. Всего по 77 рублей. Крутец. Я на Алиэкспресс все время дорого брала такие штуки. Уже в последний момент неудобно было показывать. 77 рублей. Но их было там совсем чуть-чуть. Так что, скорее всего, уже нет. Решила помыть все это дело. Специально для детей. Пусть все будет чистое, высохнет потом год. Залазь туда. Ну как тебе? Нравится? Жопа маленькая. Так вот эта штука плохо надувается. Она как бы хорошо надувается, но она не круглая, а какая-то кусками. Денька, кайф тебе тут. Помада какая-то суперстойкая. Я не могу ее мицелляркой убирать даже. Это я уже десятый раз ее тру. Ну что сказать по поводу красочей. 38 размер. Вообще у меня 37,5. Но, в принципе, нормально. Сели. Если еще стеречки вставить, вообще будет идеально. Супер. Они мягкие, на самом деле. Еще нигде не давят. Вот это классно. Вот. Ну такие, знаете, бегать на прогулку, кажется. Ну, по кайфу. Так что зачет. За эту цену зачет. Вот сейчас на скорую руку сделала такие бутербродики. Очень люблю отрубной хлебушек. Вот это вот у нас сыр президент. Сюда кладу. И колбаска. Тоненько нарезанная. Ой, что за колбаска? Колбаса у нас. Ну вот, читайте, короче. Вот такая колбаска. Вообще, мои любимые бутерброды. Еще огурчик сейчас из фикс прайса положу сюда. Блин, вот это я задолбалась. Я не помню, что последнее я снимала. Мы решили помыть мячики, шарики, кроссовки показала. Короче, я уже столько всего за это время сделала. У меня так болит спина. Просто отваливается. На ногах целый день. Это на самом деле так тяжело. И вот нон-стоп, нон-стоп. Не отдыхаешь, блин, просто, да? То-то сделает, то-то сделает. Сама голодная приехала. Надо сыну накормить. Сначала это дать, потом то дать, потом то. Все там вымереть. Сама голодная кидаю в себя потихонечку все. Потом сыне нужно внимание. Целовать его, обнимать. Обязательно вообще без этого никак. Потом убрать, посуду все перемыть. Сейчас мама должна прийти. Хоть поболтаю. Ночная ночь. Пол третьего ночи. Смотрю сериал. Миллиарды. Прикольный. Любимый посоветовал. И готовлюсь к завтрашнему влогу. Завтра мы собираемся в зоопарк. Глядишь, что новое и интересное для вас сниму. А сегодня я прощаюсь. С Богомочек рождения. Субтитры сделал DimaTorzok